Какие новые регуляторные правила вводит Национальный банк Украины? Какую роль в этом отыграет Международный валютный фонд? Мы общаемся с Натальей Ульяновой из юридической фирмы ICF. Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что согласились с нами пообщаться. Если говорить о той регуляции валютного рынка, что есть в Украине, какие предпонимаются меры и кто именно инициатор их? День добрый, рада вас видеть. Что я могу сказать? На сегодня мы живем в очень интересное время, потому что все ожидали, что какие-то регулятивные функции закончатся 3 марта, когда большее количество постановлений НБУ заканчивались и, соответственно, бизнес с нетерпением ожидал окончания этих ограничений и думал, что после 3 марта будет все спокойно, мы сможем работать далее в обычном режиме. Более того, могу сказать, что бизнес в какой-то степени даже неплохо относился к существующим ограничениям и понимал, что ряд этих ограничений необходим для стабилизации экономической ситуации в стране. Но после того, как 3 марта закончились и фактически вступили в силу новые, являющиеся просто продолжением существующих ограничений, опять-таки на три месяца бизнес начал несколько нервничать по этому поводу. Какие именно ограничения здесь больше всего не устраивают бизнес и почему? А бизнес не устраивает ограничения по работе, по фактической работе, связанной с валютой. Бизнес не может выплачивать на сегодня никакую валюту, практически никакую за рубеж. Я могу сказать, что все понимают, что в какой-то степени это сделано для стабилизации ситуации в стране, в частности для стабилизации курса гривны-доллар, потому что одними из требований Международного валютного фонда был курс доллара приблизительно на уровне 21-22. Если не ошибаюсь, то именно этот курс был заложен и на 2015 год. Что же мы видим? Перед получением очередного транша. Началась паника на валютном рынке и на государственном уровне, и, скажем так, и на черном валютном рынке. Доллар вырос до немыслимых размеров, точно так же, как и евро. Такого уровня еще не видел никто, и после этого были предприняты определенные ограничения для того, чтобы продлить действия предыдущих и стабилизировать. Могу сказать, что в частности, ну, можно отметить, что это в какой-то степени получилось. Да, мы видим курс на уровне 21-22. И что, ожидать продолжения этих ограничений, пока деньги не придут, пока они будут использованы и до следующего транша? То есть нельзя же вводить ограничения настолько долгосрочно, иначе бизнес просто не сможет вообще работать? Вот вы правильно заметили, потому что бизнес, который ожидал окончания этих ограничений, у меня были встречи с рядом бизнесменов из разных сфер деятельности, например, с инвестиционными компаниями, которые сказали, мы не можем просто вывести свою прибыль, у нас просто связаны руки, мы не знаем, что делать. Хороший вопрос. При этом они, я имею ввиду, например, инвестиционные компании, они готовы идти на встречу правительству, они говорят, мы хотим показывать свою прибыль, мы хотим платить с них налоги, даже если мы работаем с участием нерезидентных компаний, у нас есть ряд налога, ряд компаний, которые платят в Украине налог на доходы нерезидента, и мы честно это декларируем, но мы не можем вывести свою прибыль, что нам с ней делать? Нам нужно отдать нерезиденту то, что он заработал, и заплатив при этом налог, к сожалению, это сделать невозможно. Плюс ряд ограничений по импортерам-экспортерам, по торговым компаниям, ряд ограничений по физическим лицам, которые на сегодня, например, получив прибыль от ценных бумаг, даже не так же ничего с ней не могут сделать, ряд ограничений по валютным депозитам. В стране наступает паника. Я не совсем согласна с теми действиями, которые происходят, потому что это идет, скажем так, давление очень искусственное, чтобы стабилизировать курс. При этом мы понимаем, что мы сверху надавили, а внутри у нас происходит буря, потому что только небольшое послабление, и сразу начнется очередной отток капитала, если это будет возможно, и опять-таки будет скачок валюты. Так чего стоит ожидать, и кто же все-таки инициатор этого, и кто это решает, какие ограничения вводить, не вводить? Кто решает регулятором, естественно, выступает Нацбанк, потому что он решает, что у нас будет происходить с валютным курсом, какие у нас ограничения будут и так далее. Кто давит на Нацбанк? С одной стороны, мы видим, что происходит, наверное, давление правительства, потому что таковые ограничения были продолжены после того, как главу Нацбанка вызвали на беседу к господину президенту, и после этого она отказалась, потом у них все-таки состоялась беседа, и после этого мы продлили все ограничения. С другой стороны, конечно же, это Международный валютный фонд. Хотя вопрос несколько субъективный, потому что, если говорить о полученном транше для использования внутри страны, для того, чтобы покрыть дефицит бюджета, то здесь, скорее, правительственно была бы заинтересованность в более высоком курсе. Но мы понимаем, зачем это необходимо. Если говорить о погашении внешнего долга, то, конечно, здесь может быть приемлема и ситуация, когда курс находится на уровне 21-22. Регуляция рынка происходит только ограничениями по валютным операциям или какие-то законодательные изменения еще коснутся украинский бизнес. Вы знаете, что на сегодня мы каждый день наблюдаем что-то новое, потому что не только ограничения на валютном рынке, мы видим ограничения по каким-то операциям на вывод средств абсолютно законных. Мы не можем выводить дивиденды, мы не можем выводить проценты или тело кредита по полученным займам от нерезидента ранее срока, предусмотренного в договоре, даже если мы делаем доп. соглашение. Соответственно, это борьба с оттоком капитала. Я понимаю, но нельзя же пресечь весь бизнес таким образом, чтобы деньги оставались внутри страны, потому что мы, имея какой-то опыт работы в этой сфере, понимаем, чем может воспользоваться бизнес, если его прижмут со всех сторон. Что касается других изменений, можно отметить, что на сегодня есть такое нововведение в законодательстве Украины, которого не было ранее, когда на законодательном уровне уже ввели понятие траста. Это ново для Украины, потому что в системе романа германского права отсутствует понятие траста и доверительного управления, оно очень-очень такое относительное. Могу сказать, что, наверное, это связано как-то с инициативой все-таки устанавливать собственников бизнеса, потому что ранее мы говорили о чем? О том, что если в структуре компании присутствует траст, например, определить конечного выгодополучателя собственника бизнеса практически невозможно, потому что его нет. Есть управляющий в трастовой системе, есть выгодополучатель только по прибыли, но не собственник всего, что находится в управлении. Здесь уже у нас предпринята попытка как-то это определить. Но могу сказать, что она очень-очень сырая, потому что непонятно, к кому ее применять. То ли применять компаниям, которые работают по трастовому договору, где есть просто держатель и выгодополучатель, то ли она может быть применима к трасту в классическом понимании. Классическая форма, это та, которая есть, в частности, в Америке. Абсолютно верно, да. Что тогда по факту здесь не так? Что нужно изменить, чтобы приблизиться к мировой практике, чтобы инвесторы понимали, что от них хотят? Ну вот здесь опять-таки хороший вопрос. Наверное, для того, чтобы приблизиться, мы должны создавать эти трасты. Мы должны законодательно определить, что они существуют в Украине и прописать их схему действия. Тогда, наверное, мы сможем разобраться, кто в этом трастовом договоре есть с кем и от кого нам необходимо что-либо требовать. Пока мы просто прописали, вот у нас, знаете как, мы где-то что-то услышали, определить конечных собственников. Услышали, что если в системе отношений есть траст, это невозможно. Давайте-ка мы пропишем, что такое траст и напишем, что мы и по трасту будем определять, кто является собственником. При этом мы абсолютно, я говорю сейчас о законодательном аппарате, не вникали, что такое траст, что такое фонд, как они работают. Поэтому для того, чтобы мы действительно грамотно прописали, а не для того, чтобы сказать, вот у нас мы это учли, мы должны разобраться в системе доверительного управления, и только тогда мы сможем говорить, что мы понимаем, и мы знаем, кто здесь, как функционирует. Ну, у нас пока законодательный аппарат работает на, знаете, на опережение в части того, что нам необходимо показать борьбу за прозрачность бизнеса. Мы пропишем все и вся. А как оно будет работать? Ну, они не думают об этом. О том, как регуляция НБУ влияет на украинский бизнес, мы общались с Натальей Ульяновой из юридической фирмы ICF. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Dukascopy TV из Киева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...